всем огромный привет дорогие друзья добро пожаловать на мой кулинарный канал сегодня мы с вами готовим очень вкусный нежный молочный горячий бисквит оставайтесь со мной сейчас подробно расскажу как приготовить самый нежный бисквит мы начинаем итак друзья чтобы приготовить вкуснейший молочный воздушный бисквит нам потребуется 240 миллилитров молока 250 грамм сахара 4 яйца крупные у меня с нулевые 70 грамм сливочного масла 2 чайные ложки или один пакетик 10 грамм разрыхлителя 1 пакетик ванильного сахара на кончике чайной ложки соли и 350 грамм здесь у меня уже просеянной муки для начала нам необходимо хорошо взбить яйца с сахаром для этого в чашу миксера разбиваем 4 яйца к яйцам отправляем на кончике чайной ложки соли устанавливаем чашу миксера на место одеваем насадку венчик опускаем головку и засыпая по небольшому количеству сахара начинаем взбивать с небольших оборотов доводя до максимальных оборотов постепенно частями вводим сахар и взбиваем яично-сахарную смесь до пышной пены так как мы взбиваем обычно для приготовления бисквита все друзья посмотрите вот такая пышная масса у нас с вами получилось встряхиваем хорошенько венчик посмотрите во много раз увеличилась наша масса и стала вот такая вот пышная пока ее убираем в сторону ненадолго берем сотейник в которой отправляем 240 миллилитров молока 70 грамм сливочного масла отправляем на плиту не доводя до кипения как только на поверхности молока появятся бульки молоко начинает закипать масло полностью у нас в это время должно будет расставить в этот момент мы отключаем газ и будем дальше готовить наш бисквит а тем временем я уже застелила дно формы пергаментной бумагой дальше беру кисточкой промазываю по бокам форму простым растительным маслом промазываю форму и заранее уже тоже вырезала вот такую полоску из пергаментной бумаги вот таким вот образом приклеиваю полоску из пергаментной бумаги на край нашей формы все друзья форма у нас подготовлена пока убираю ее в сторону ждем когда нагреется молоко все друзья молоко у меня не закипела но уже по краям появились бульки начала по краям кипеть масло полностью растаяло возвращаемся к нашей лично сахарной массе добавляем половину порции муки просеянные заранее сюда же добавляем разрыхлитель и ванильный сахар и при помощи венчика аккуратными движениями стараемся чтобы наша яично-сахарная смесь не потеряла пышность вот так вот сверху вниз стараюсь аккуратными движениями вмешиваем муку яично-сахарную смесь вот таким вот образом и так когда у нас мука соединилась яично-сахарной смесью добавляем горячее молоко с маслом но не полностью а лишь половину и аккуратно также продолжаем сверху вниз вымешивать соединяем молоко с нашим тестом вот так когда молоко соединилось посмотрите какое тесто глянцевое у нас получается отправляем оставшуюся муку и продолжаем также аккуратно сверху вниз вымешивать вот так когда соединилась вторая часть муки у нас нашим тестом вот так слегка молоко с маслом я перемешиваю в сотейнике и добавляю оставшуюся часть молока с маслом в наше тесто продолжаю также сверху вниз вымешивать до полного соединения все друзья тесто у нас готово вот такой вот консистенция она у нас с вами получилось далее возвращаемся к нашей форме и аккуратно выливаем тесто в форму для удобства можно воспользоваться прорезиненной лопаткой и полностью все со стенок сошкребывая выливаем форму слегка форму вот так потрясем чтобы бисквит равномерно распределился и отправляем заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 40-45 минут ориентируйтесь по своей духовке сверху мы должны получить с вами аппетитно румяный цвет а также готовность нашего пирога нужным будет проверить при помощи зубочистки либо шпажки протыкаем полностью насквозь пирог шпажкой и если на шпажке не осталось следов теста то пирог готов все убираем в духовку чуть позже покажу что у меня получится но что друзья прошло у нас ровно 40 минут посмотрите какой красавчик получился аккуратно извлекаю из формы и сразу буду перекладывать в сервировочную тарелку легко убирается пергаментная бумага далее вот так сверху одеваю тарелку и переворачиваю наш бисквит и легко тоже снимается нижняя пергаментная бумага посмотрите вау все немножко дам бисквиту остыть и чуть позже разрежу покажу какой он получился внутри ну что друзья бисквит наш стал уже теплым давайте разрежем и посмотрим какой он получился внутри резать я его буду ромбиками в принципе резать можно как угодно как вам нравится не принципиально просто вау даже не ромбиками резать я его буду кубиками ну что друзья готовы посмотреть какой он получился внутри сейчас покажу вам самый центральный кусочек он получился шикарнейший посмотрите какой высокий какой классный мягкий нежный готовьте обязательно это просто шедевр вот сейчас он в теплом виде и посмотрите какой он классный супер нежный мягкий мягкий посмотрите это шедевр готовьте обязательно рекомендую на сто процентов нам с алексеем уже не терпится попробовать его на нашем мог банк канале куда мы вас всех и приглашаем ссылка как всегда внизу в описании под этим видео но это видео если вам понравилось ставьте мне пожалуйста пальчики вверх подписывайтесь на канал пишите комментарии нам очень приятно с вами общаться это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов огромное всем спасибо за лайки за комментарии за пожелания а также всем спасибо за просмотр всем пока пока приходите еще увидимся снова